Вся жизнь моя очень такая приключенческая. В моей жизни всегда случаются всякие очень смешные, невероятные приключения. Друзья всегда говорят, Джека, ну сделай какую-то комедию, расскажи об этом людям, потому что это очень все прикольно, это так действительно невероятно. Я говорю, ну что же, о чем сказать? Ну это может быть не смешно, ну что рассказать? Друзья говорят, расскажи просто вчерашний день. Ну вот, это приключение со мной, это произошло не вчера, но я как бы собрала несколько разных приключений моих и вот хочу рассказать. Это случилось по дороге на работу на e-training, где всегда случаются всякие самые невероятные приключения. Вот так вот, сижу я там, заходит черный, держит фотографию ребенка и начинается. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. Y'all see a picture of this child. Now this child is my grandchild and he died in the stand-by shooting. And now he ain't got no parents, you know what I'm saying? He ain't got no parents, cause his mother is a motherfucking whore, cheap-assetting nigga, you know what I'm saying? Who ran off with her boyfriend and shit. And the baby daddy, he's a fucking, you know, crackhead nigga who's also in my head, shit. So that kind of leaves me alone, you know, collecting money for the burial. Grand Samuel. Grand Samuel. Внучку на фотографии лет 20. Дедульке от силы лет 30. Молчание, естественно, сверчки. Никто бабло не дает. Никому никого не жалко. Ну, вообще, никто никого не слушает и вообще кого в Нью-Йорке в час пик в электричке удивишь. Все имели подобные ситуации. Чувак такой ходит из одного конца в другой конец. Ходит такой, блин, как же на бабло вас раскрутить? Вот. И продолжает. I need a tidy bit more. Инфляция на крак. Цены поднялись. Вот. Now, I don't mind working, you know what I'm saying? But I got a brain to me. Yeah, that's right. That's the shit that I got. Yeah, I got myself a brain to me, you know what I'm saying? So I got myself a disability. You know what I'm saying? Disability. You know, But I can't. Cause I'm a disability. 30 лет от силы, повторяю. Мышцы, как у боксера. Ноги длинные, здоровые, как у баскетболиста. Наколки такие заумные. Короче, все фигни. Disability. My ass. Молчание. Нью-Йорка не бьет. Ни disability, ни туморы, ни ноги баскетболиста. Пофиг. Ни одного цента. Все молчат. Но оживленно наблюдают за цирком. Все-таки интересно, что он надумает. А вось научит, кого, как продавать. Чувак такой затраханный ходит из одного конца вагона в другой. Короче, каждый раз извиняясь, толкаясь. Excuse me, excuse me, excuse me. Все стоят, никто не двигается. Ну, понятно, да, час пик. Наконец он начинает беситься и говорит. Man, you know what's wrong with the society? Ниггер says, excuse me, that nigga's still standing. You know what I'm saying? Motherfucker, can't you see I'm passing by? Ain't no respect. Ain't no respecting nobody. Ain't no one respecting another. You know what I'm saying? Everybody standing, nobody gives a shit. You know what I'm saying? Shoot. Y'all got to move out of the way and make room for each other. You know what I'm saying? That's what you got to do. Y'all got to show loving and respect for each other. That's what society's all about. Y'all got to be living on this train. Y'all got to be living on this life. Y'all got to be living on this planet. And y'all got to be making room for each other. You know what I'm saying? That's how you show respect to each other. That's how you show your love and shit. You know what I'm saying? Now that's what I'm talking about. Human society. That's what I'm talking about. Ain't got no peace on earth. If y'all can't want a nigga, can't pass the other nigga and say, excuse me, lady, nigga, pass. Shit. Ну, народ, увидев такой, такой резко изменившийся ход событий, оживился. У нас в Нью-Йорке очень так респектабельно относятся к таким делам, как мир, дружба, любовь, Педро. Бац-бац, нашлись руки, нашлись карманы с баблом. Чёрный дедушка сам опух от неожиданности. Видит такое дело. Распушил крылышки. Пошёл работать на публику. Man, you know what else is wrong in this society? We all missing one big love. That's right. That's right. Who knows what that love is? Yeah. I'm talking about the love of God. I'm talking about the love of Lord Jesus Christ. That's right. That's right. That's what I'm talking about. Shit. Now, I want to ask, I'm going to take a moment right now, and I want to hear y'all say, I love the Lord. I want to hear y'all say it, because I love the Lord. Who loves the Lord? Y'all love the Lord? Now, I see everybody here, all the brothers and sisters, our different brothers and sisters. We got some Korean cheeks and Indian and shit and Puerto Rican. You know what I'm saying? But, you know, we all is the same. We're all brothers and sisters of the same Lord. That's right. That's right. So, y'all want to take a moment right now and say, where there's Lord, there's fire. Where there's Lord, there's love. Where there's Lord, there's wealth. There's everything, everything in there. Happiness is Lord. I want to hear y'all say, I love Jesus. I love Jesus. Who loves Jesus? You love Jesus. And I say Jesus. And, короче, так полчаса. Ну, народ просто оживился. Деньги, короче, бабло полетело, так полетело с оживленностью рекой, там, Амазонка потеклась. Чувак еле успевал собирать, еле успевал собирать. Теперь он же ходит такой, совсем чисто такой, мой вагонный. Вот, Элвис Пресли такой. Ему все кулаки ударяют, все руки пожимают, такой девушки там глазки строят, все такое. Расстремился такой, стал выше вообще крыши, все. И даже, кажется, несмотря на его тумор, еще смекалистей стал, потому что он вот следующего такой вот ахинею выгрузил. И тут бабло идет уже ему не как к церковному пастырю, но уже как к представителю Министерства здравоохранения жителей города Нью-Йорка. И тут он подходит, наконец, к еще одному черному. И во всеослышание обращается к нему и тычет на него пальцем. А у черного тоже, к сожалению, наушники. И тут приходит самый неожиданный конец. Ко всем возможностям черномазому дедульке лет 30-ти заработать на похороны внучка, который погиб в перестрелке. Потому что он вдруг сам начинает понимать, что ему вот-вот грозит такой же неожиданный конец. Черный дядя, сидевший с наушниками в ушах, снял наушники. Причем снял он их очень медленно, выразительно. Смотрел весь вагон, как он снимает эти долбанные наушники. Потом он поднимался, наверное, дольше, чем поднимаются в горы кататься на лыжи. Потому что, когда он, наконец, поднялся, ему пришлось согнуться буквой Г, русской буквой Г. Ну и греческой тоже. Ну, короче, буквой Г. Вот так. Да. И вот таким образом он встал над этим черным дедулькой и, сильно дыхнув ему в физиономию, проговорил. Ну, что, потеряла место. Наш не только и не испугался. И проговорил в ответ. «Don't you fuck me with me? Shoot! I'm gonna fuck your mother after this?» А что он получил в ответ? «Not if I fuck your sister first?» И хотя это прозвучало там очень много любви во всех этих обещаниях, мне показалось, что я, как и внук этого талантливого дяди с disability, тоже могу оказаться жертвой перестрелки. Потому что я сидела прямо рядом с этим черным, и мне становилось очень страшно. Ведь в моей жизни я всегда как-то попадаю в странные до тупости моменты и всегда хожу на волоски от смерти. Я знаю, это случается для того, чтобы я писала и рассказывала об этом. Но все-таки не очень хотелось досмотреть, чем все это закончится. Я выпрыгнула с вагона. Да и, в принципе, хотелось оставить приятные впечатления талантливому дядечке Тернингом. Не помню, дала ли я им доллар или нет, но, главное, история его сделала легенда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!